Шок и трепет. Вторжение в Ирак началось со шквала взрывов, озаривших ночной Багдад на берегах реки Тигр. Вскоре американские войска вошли в город. Диктатора Саддама Хусейна они намеревались свергнуть, в буквальном смысле слова. Та же площадь 20 лет спустя. Оживлённые движения, современные отели, фонтаны. Багдад уже далёк от представлений о месте, разрушенном в ходе многолетнего и кровавого противостояния. Но, несмотря на относительный мир последних лет, многим тревожно. Ситуация та же самая. Нет никакой разницы между нынешним режимом и предыдущим. Если хочешь высказаться или заявить о своих правах, на тебя направляют оружие и убивают. Это ничем не отличается от предыдущего режима. Мы думали, если избавиться от тирана Саддама Хусейна, то Ираку станет лучше. Но за одной трагедии шла другая. Саддама больше нет. Но у нас тысяча новых Саддамов. Однако в отчаянии не все. Я верю, что молодёжь – это те, кто генерирует идеи и возглавляет революцию. Молодёжь в основе всего. И это доказывают протесты 2019 года. Мы видели, как молодёжь возглавила протесты. Это даёт мне немного надежды. В Багдаде по-прежнему повсеместная бедность, несмотря на огромные нефтяные богатства Ирака. Прежде их забирал себе режим Саддама Хусейна. Но и теперь нефтяные деньги всё ещё не доходят до карманов обычных людей. Ирак всё тот же. Ничего не изменилось. Граждане надеялись на лучшее. Но изменений нет. Шока и трепета больше нет. Только всеобщее чувство, что всё пошло совсем не так, как должно было и могло.